доброе утро доброе утро чего один да но один меня воскресенье то тут прописочили на собрании что собак то прикормил меня выгнали я сейчас хожу далеко туда к собакам покормить то мало собак осталось да да мало другие там недалеко там кормят их а это старая никто и не кормит она ляжет и лежит у ворот наружу а тут еще женщина напротив на ее собаки облаяли где тут облаяли тут ну и я сказал тогда прогоняйте чтобы разговора не было я-то думал они заходят в ограду и в ограде у меня охраняется тут же в церковь у нас ход-то у меня мысли были и они уже стали ночевать у меня здесь но подчинился решению собрания проголосовали как посмотрел еще было на собрании я видел а чё порвали кота совсем да да но а хозяйка виновата она я выпускать нельзя было даже она у нее была чья то она старая была да еще он и там это сделали так что она котов не принимала и она нет никуда сидела на крыльце они тут были через забор перескочили и напали на нее я не знал она сколько раз говорил не выпускай не выпускай вот на место меня тут кто жили а потом игорь дубунов 14 лет жил все одной кошки которых выпускали все погибли это улица много неприятностей собаки они прям перед окном на улицу у нас загрызли кошку их стая нападает она одна в снег прыгнула он топки снег она утопла и почему тигр играть не любят собак то они мстят за своих сородища мелконьких за кошек когда мы ехали по дауре и там где были но на миссионерской поездке были так но мы всегда собаку и привязываю рядом чтобы она на улице то могла а здесь нет я только в кабине держал там тигры устурийские а у него 330 килограмм весу другая категория буду старую бы старую бы при самой прикормили поближе она безопасная старая вот эта старая собака безопасная пускай бы это совсем безопасно она не лает ничего я ее даже видно я показывал как она но я уйду туда она сейчас и друг стала брать там кашки разные изготовлю но и покормлю мне это в радость но и все стали довольны я еще звоню я по поводу виктор андреевича он на колени падает и за что там прощение просить я ему просто прошлом году раз предупредила он видимо не прочитал по поводу он как бы получается обманывает у меня такого он уже второй год говорит что там на нас бесы нападают у нас нет ничего подобного такого я ему написал он видимо к сердцу близко принял евро виктор андреевич вы не говорите так потому что получается что вы обманываете вот они то могут повернуться и против вас тогда пойти что интересно когда он говорил а я сидел там меня сразу согнуло вот так я голову спрятал думаю ой не то говоришь это нельзя говорить но я сижу там в углу и молчу и так и получилось но он искренне раскаивается со слезами прямо и на занятиях еще раз напомните скажите я так дорожусь сергеем он просто влюбленный вас ничего страшно это я просто он я смотрю он говорит уже несколько раз просто повторяет я думаю не надо говорить зачем все 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 вот мы благодать у нас одна благодать вот сейчас я ролик выставил но я не стал его перекачивать на мою ру на мою ру думаю как бы не захватило обязательно посмотрите сегодня утром я записал про двух пророков и они говорил там а теперь более подробно с указанием всего какой ущерб церкви приносит вот такое выборочно монашеское канонизирование лучше пророка ереме этого ездрениеме не было не было самые неуязвимые самые чистые самое большое дело сделали которых никогда в мире никому не сделать вот представь собрать кодекс книг ветхий завет на твоих у них четыре книги вывел народ из плена отстроил иерусалим это вообще его монахи выкинули сегодня еще раз по слова проверил по календарю нету нету какой-то там герасим один лев был этот самоубийца даже одного не мог воспитать грохнулся и после его смерти а герасим петровича павска переводчик воспитатель царских детей профессор академии вообще его нигде даже не упоминает я не говорю канонизировать я против канонизации ну мы должны внутренне понимать что мы обязаны таким людям как павский как вольстан мы же толмачи мы же не понимаем тот язык а у него знания были такие что он для еврейских школ писал учебники ну понятно что даже у евреев такого знатока их языка не было у меня один раз было так я в латвии когда был там не господь как-то быстро дал знания языка их я сразу в их бригаду с латышами а потом в пожарной команде работал международного значения перевалочная база в порту танкеры грузят там лопата что плужоная было подковок не было там там охрана какая и вот когда я там был и в это время произошел спор с латышами я говорю скажите у меня нет мамы но вам стерна мама маша мама матов я а ума у нас у всех нет матерей они говорят евро неправильно нужно говорить вот так то они не говорили а идет офицер латыш мы ему вопрос задали он на меня показали то он прав почему я это литературно а они ну как у нас щекаем там и проще один раз даже получилось природными выиграл пари интересно так ну а чё почему вы думаете почему это вот так вот случилось что об этих людях совершенно забыли святых я отвечаю как раз в этом ролике это умышленное презрение монахов они не могли его не знать потому что у монахов какие были а может из-за зависти моря этой каркасы вижу ему им равных нету допустим давид ну давайте просто по-человечески он живет нашел обществе что уголовник мазаки самый настоящий пленный что веревка отмеряют одних шахту других в печь по третьим молотильными орудиями танки ездят кишки наматываются ему это надо было но его бог то не они упрекают дальше он прелюбодей не хватило десять жен еще отнял прижом мужа убил убийца двойная смертная казнь на него но дух святой осветил его и как бы не ездр мы бы псалтыри не знали как можно было их отвергать ты главное ни одного ездра нееме за две тысячи лет не названы нигде ни одного храма нету монахи это знали а что субботу лазарю надо есть одну икру а рыбу не знать нельзя это не знали как это не знать криком кричит кто вывел из плена остальные книги говорят ездр нееме это были молитвенники пророки божьи вот посмотрите на тихо счет в православии скрываются все те люди которые имели прямое общение с господом вот эти пророки тоже имели прямое общение с богом вот вы здесь видите какой подвох то все кто напрямую общался с господом их покрывали ты брат сергей обязательно прослушай посмотри я открываю календарь называю какие цифры сколько имен и которые не выговоришь даже имена ну что он делал ушел в горах ходил где-то болтался один все ничего не делал только ходил и мучился все святой а это ну сказали бы не святые там блаженные как филак то там назвали бы ну как то бы никак я вчера ролик я его сделал но не выставил будет прямо кронштадтского как возникло секта во имя его что большего смущения церкви чем ян кронштадтский никто не давал за две тысячи лет прямо за бога воплотившийся христос и стенок ничего не мог сделать но он-то видел что зарождается что-то не то я беру из книги моего там нет ничего а тот ролик будет стоять будет стоять я выбрал из википедии там все говорится как синод какие на него что было как он их она предавал они старались укусить его кровью причастить все это живой христос явился с неба как он мог это допустить а это не прелесть не гордыня а игнатий сказал об этом крее прелесть и борды гордыня прелесть с апреля в этой прелести а вот такие дела творят за бога признают там 70 60 тысяч человек присутствует ни полиции никто ничего не может сделать а он-то это видел когда начиналась это ажиотаж то это не пиар чего не бояться то сказать то я вот говорю об ядренеями заметь 2000 лет никто из монахов и не златоус никто об этом не заговорил опять же я первый оказался почему я на молитве это чувствую сердце мое сдавливается я физически чувствую господи какая же несправедливость и мне на сердце положено было может быть через 15 лет не молчи но говори ополчается против заразы они не знают святости божии эти люди в духе святом были ветхом завете они нам библию оставили без слез говорить нельзя и никак ни одного имени что патриархи это не знают не знают они слепые сегодня может сделать до кого не надо канонизирует матрону разные слепых там ксения придурялась ходила петербургская мужья на одежду носила это можно ну тут собрались и сказали братья в самом деле что же то мы делаем то я за руниями включите в список святых и в памяти останется в храмах и в детях будут районы ездоровские неемровские у нас как и даже смотрите а ведь в этом есть вот такой тонкий замысел сатаны зачем сатане прятать библию от людей когда можно спрятать людей вот и показать вот такое ну самые легенькое такое легенькую веру я попрошу вас как ролик просчитайте прослушайте сделайте пространный да не один комментарий ваше сердце должно загореться здесь рядом я прямо назвал так опальные от монахов название ролика святые божии пророки молите о нас бога грешных притом если бы сейчас сказала там кто-то патриархия сенот там дворкинская команда собрались за эти слова меня казнить а что нельзя ну только убить из-за забора могут палкой я еще сказал то я привожу книги привожу имена и в их дела притом подтвержденные писанием писанием библии библии это зависть монашеская потому что в лучах их света их дел когда они представь сделали развод по всей стране освободили очистили нацию этого вообще нельзя было придумать даже никто они сделали у кого смешанные браки были и князья и священники замешаны были и вдруг они же уезжали я понимаю как когда уходили из плена те тамошние родители благословляли там по-своему они своих ну как живут мирно и вдруг утром просыпается развод что с собой сделалось салаву сам симеон там как они их назвали сихар он голову опустил почему а постановили указом кто этого не сделает то это с ним будет не будет считать сообществами израилем выщеркнут и он целует детей своих родных нагружает ее может коня там дал я представляю эту картину плача когда они вернулись на родину те не так это евреи это у них такое а себя такими святошими показывали будь они прокляты трижды дочь мою обольстил и бросил не алиментов не заплатить теперь нету ни государства социальной помощи них ничего не было мы даже картину дальше видеть если говорится 23 тысячи младенцев или 14 тысяч младенцев вифлеемских это означает 14 тысяч невест никогда не дождутся своих женихов мы даже дальше смотреть какой стон был как они понимали от мне в интернете пишут познакомлюсь она видова строгости обледет но вижу что расположен ко мне дать женился я ему не нужно может мне надо другой вроде стать я громила держись не не смотри на это это все временно сегодня тоже один зашел ролик составили с украины там с донецка ну вот 28 лет и бывает ночью там это всеми извержениями и я не хочу и что делать как посоветуете когда я какой советчик ты там рядом к батюшке пойди в московскую патриархию не ходи к еретикам он к ним ходил там не ходить ты к этим к разным которые ну и не к патриаршу церковь православную и бог тебя покажет ты начни лишний вес снимать у тебя около 30 килограмм лишнего веса я вот сразу определенно согласился и дальше меньше спи иди на физическую работу а он врач и как делал елизаров он профессор был ночью работает на станках готовят эти вытяжные на переломы вот он работает и спать не до сон сократи зачем тебе нужно готовых детей не воспитать она через день на тебе начнет ездить да говорит везде выходит мужу глава христос я признаю она меня не признает я говорю не будет признавать хохлушки они вообще вредные вредные у нас сколько есть они такие прямо как будто вы их там приучили не подчиняться мужам слово одно сказал все вчера у меня выступила надежда тут и ну ее поздно поприветствовал один в интернете а договорились ни слова не говорить и она ему ответила там три слова я сказал в течение месяца не выходишь все она сидит я еще а вы не смотрели ролик мой последний я сделал ну да я говорю там по поводу дмитрия кузнецова но я скрывать не буду чё потому что ну слишком такое событие я вижу что человек просто на глазах портится ну вот а в каком плане то портится в общем ну это от больших знаний как правило бывает вот человек имеет большие знания он сейчас еще больше стал учиться да вот и он решил уже как бы попроще обучать людей вот ну то есть в такой в простоте ну народ видимо он думает такое сейчас тяжело обучаемый он думает давай-ка я сейчас библию возьму и сокращу то есть выдержу из библии основные вот такие места да то есть ну там из ветхого завета там бытие из бытия там допустим да потом чё там христа из нового завета все выбросить там апостолов ну я когда в окончании в общем последний там он в три главы откровения вот то есть он коротенький коротенький такой евангелие хочет сделать и с ним хочет идти проповедовать вот и сейчас он делает такие сборы хочет людей с деньги собирать вот на эти издательства ну и я вы если я больше уже терпеть не не могу вот это и как бы я выставил я уже месяца два наверное ну как людей стараюсь от него оттягивать потому что человек находится в такое состояние видно уже ну учить хочет своему то есть уже как бы сейчас чуть дай волю ему и людей он уже образует секту свою ну и как это как это вообще возможно взять и выжимку сделать из библии как это вообще не святотатство так нет этот ролик я не видел вы скиньте на него указание на ролике мне он уже посмотреть его это последний я уже тут занят был эти дни и не видел так это не годится то все вырождается в ересь определенно на этом дело не остановится это как у журавлёва который там сергей журавлёв там ну свое там вот это и такая у них будет щетина и все остальное пойдет вот как тебе дмуха заходил саша у них у всех одинаково и будет блуд они все впадают блуд я очень хорошо их этих людей знаю жалко конечно он мои выходил на беседу и из этих роликов он о чем я говорю он пустит буквы и дальше пустит все хорошо было но я сказал там заходить там через месяц через полтора давненько уже не было ну он отказался вот почему от вещественного причастия совершенно он говорит что господь не причащает через хлеб и вино вещественные это уже безумие это уже безумие полное сохрани бог вот смотри я тебе просто похвалюсь моим господом меня-то брать голыми руками можно представь сорок один том книги шесть тысяч восемьсот восемьдесят роликов чего же не брать то когда выговоры одни приходят и говорят почему вы ко мне то пришли мы встречаем человек как на ладони говорит и мы видим вы не лукавите и говорите вот вчера один написал из канады ребенок был нынче собирается с остальными детьми и жену привезти ну у нас пожить как когда лагерь то наш я его закрыл но мы его с детей то не бросили у нас фактически 4 домика сейчас у лагеря есть дадим там у володин то 90 квадратных метров там есть куда развернуться то но в дому когда гостям то я думаю роспотребнадзор не сразу кинется и он посылает и а почему именно ко мне столько лагерей а увидел нигде больше то моему ребенку не дадут как у вас люди то которые приходят я их спрашиваю почему именно меня вышли то а вот эта открытость она тоже привлекает а когда где то чего то да не надо да и то другое то да не надо там ролика бояться ставить и уже сразу человек настораживается вот как раз у меня это сегодня был вчера разговор один нормально дал разрешение все проходит сколько времени а я не хочу что был мало что ты не хочешь это мое достояние я спрашивал мы с вами договорились каждый записывает и распоряжается моими роликами которые я выставляю где запись у вас авто запись а у меня такая можете брать с любого ролика что угодно там разбавлять абсолютно все принадлежит вам я уже говорю а я вот что записываю я их не умею обрабатывать я просто ставлю и все мы говорим о хорошем о полезном а димитриям просто молиться надо его занесло далеко влево и вот я говорю к чему начал говорить вот у меня исследуют они там брали же киево-пещерская лавра там дворки ну почему они не могут найти а ответ один пришел он говорит лапкин он не просто православный он супер православный взяли слова нашего евтихия который 13 лет был у нас епископом но я не стандартно мыслю вот объянный кронштадтском кто-нибудь говорил как я говорю нет но я документы имею объезды говорили нет я мне сам мысль на молитву приходит что канон андрея критского он написан для оглашенных его надо поднимать на две другие ступени и разобрал почему он написал он написал анафему подписал когда-то шестому сиреновскому собору и для него вот этот канон андрея критского как для выда 50-й псалом после согрешения я его возвысил теперь но не я бог позволил сделать на благодарность и на словословие всех же самых моментов ну которые он берет там двести пятьдесят четыре кажется событий библейских то почему никто этого не делал я откуда знаю говорю я возьми да и скажи гопоношение родился на меня это возложено вот блажена фифилакт ну худо или бедно 900 лет ни одной комментарии нету почему я сделал 297 комментариев вчера вечером мы закончили начитывать уже по моему трехтомнику трехтомник насчитали а вот новый завет с толкованием я уже сделал здесь разбор что оказывается наш трехтомник с толкованием новый завет больше нового завета который в библии всем целых тридцать семь сотых раза до буквы все подсчитано не потому что у меня лишнее время а потому что то рано или поздно может кому-то потребоваться я отвечаю за то что написано в этот вот мы трехтомник выпустили то он до того шикарный люди просто не верят как получили в руку так мы не знаем куда положить его во первых ладно говорите ну вот это самое я вот хотел узнать по поводу детской библии да и и и где-то восьмидесятые годы наверное опубликовали вот что явилось то вот и кто кто автор той вот этой библии и почему ее пропустили не знаю но это протестантские не православные у православных вот здесь выпустили библию и сказали ну там огородников видно что хороший человек то синодального перевода но без неканонических книг я эту библию то пошел посмотрел в типографии уже и ему сказал редактору главному тот сразу ему он говорит а мне благословил архиерей тогда был кажется антоний и вот отец михаил капранов я тоже засел начал в епархию названивать думаю что они скажут а я уже заготовил материал им сказать никогда за 2000 лет православная католическая церковь не выпускали 66 книг только 77 11 не канонически даже 66 и 77 то сама цифра то настораживает и они сказали вот такой то михаилу позвонил а это протеерей он как-то сидел не за и слова божие за участие в контрреволюционной партии огурцова вот антикоммунист и он говорит никогда да что вы игнати да разве я бы пошел епископ отвечает да вы что игнати да разве я пойду на это я говорю нет благословения у вас на это издание вы так и даже сказать издалисти на дальнего а зачем вам это подписывать благословение и прочее то неправда то 8 главе 44 стихе евангелия тиана он лжец и отец лжи даже маленькая ложь уже бесенок в рот залез знаете как я духовно себе как вижу ну вот сокращение библии или там ее обрезание да вот это хула на бога я вижу что человек хочет богу заткнуть рот понимаете вот так представляю то есть каждое слово священном писании она богодухновенно и проникает каждое слово может неизвестно какого человека и куда она проникнет и каждое слово живое действенно как можно делать какие-то выжимки из священного писания но если вот допустим говорите я сказал я хотел еще знаете что сказать вот дмитрий и еще один человек в частности я не хочу называть его да они как бы ну будучи православными или еще недавно на сегодняшний день они полностью отказались называться этим именем православный вот это я знаю кто калека каленин этот не каленин наоборот начал называть себя православным вот а эти люди они даже брезгуют вот называться православным понимаете а тут вот какая-то ревность и я даже объяснить человеку не могу почему я называюсь православным а вот у меня как-то внутри она это понимание она сидит а я не могу понимаете не могу донести. Я говорю, это надо только душой прочувствовать, духом только чувствовать. Как это можно объяснить человеку? Знаете, это внутреннее. Если ты пережил, тебе оно принесло. Вот я был среди католиков. Представьте, едем по Европе. Беседуем с ксензами. Я всем первым делом к папам пошли. Я православный. Знаете, это как знамя какое. И сразу же крестное знамение совершу. Беседую с мусульманами. Я православный. И у них в мечети. Я стою и молюсь с земными поклонами. В комнате для намаза. Это все снимают они. Как это так? Это меня выделяют от еретиков. Это мне святые отцы дали. Как я могу это оставить? Василий Великий говорит. О крестном знамени Библии не говорит. Но мы получили от отцов, а те от своих отцов. Это оружие на сатану. Вот так. Это неполноценные христиане. Неполноценные православные. Они и посты не соблюдают. Я уже знаю их. Они все начинают по-своему выкамуривать. Я сегодня как раз об этом говорю. Почему Булгаков об этом говорил? Павла Флоренского заносила туда. Александра Меня. Даже Поповакум залез туда. Уже не троица, четверица. Софианцы. Вот он, Дмитрий, я не знаю, это уже от какого ума это может произойти? Тут, по-моему, ребенку ясно, что отцы до четвертого века, это и были родоначальники православия, да? А он их называет, то есть, они, говорят, никакими православными они не были. То есть, они вообще, говорят, отношения к православию не имеют. Что я могу сказать? Он и не жил православием-то. Я могу говорить, ты бороду не трогай. Внешне. Теперь начинай поститься, как положено. Вот мы сейчас ролики попросили людей, чтобы не знают, где поклониться, ничего. И мы открыто выставили уже сорок, кажется, три ролика поставили. Утренние, вечерние молитвы. Новые люди приходят, они не знают, где кланяться. Притом на Украине, из Белоруссии, там с разных концов люди. И мы открыто это делаем. Ну как, как в фраме-то? Там же все видят, так раздвинулись через интернет. И люди стали поститься, благоговейно относиться к монастырям, там везде, где они бывают. И реплики там, реплики эти, комментарии-то и дают как раз. Мы на это пошли. А я их знаю, как вы говорите-то. И они очень на опасном пути были в самом начале. Но я скрипел их. А кого вы сейчас называете, я сразу после книг, у меня внутри, я не могу объяснить, внутри сжалось все. Ой, как бы еще не сказать ему, как бы не было что. То есть шатко-шатко все было. Для меня никакой новинки-то вы не открываете. Вы просто озвучили то, что я боюсь озвучить. Вот в чем дело-то. А боюсь почему? Потому что не знаю воли Божьей. Время или не время ему говорить. Я насчет времени у Бога путаюсь. В какое время можно это сказать? И вот вы называете их, а у меня внутри это созревшее было. Буквально с первой встречи. Я молюсь и молюсь об этом человеке. И как Бог даст. А вы видите, вы более бесстрашно. И вот так. А видите, начинаешь говорить, а люди обижаются. А тут сердце, понимаете, на разрыв идет днем и ночью. И во сне аж снится, что вот такая боль за человека. А ему кажется, что я его обвиняю, там поношу, завидую ему, понимаете. Ой-ой-ой. А возьмите, а одна иота, одна черта не пропадет. А ты что сделал? Даже Бог, а то через сосы. Б, Г пишут. Жидов там научились лукавить. Зачем вы это делаете? Я поговорил, все покаялись. Перестали подражать. Ты не будешь подражать, у тебя все равно на царе то не будет, что у них. Это вредь маленького, как рассказывают, называют анекдота. В школе-то говорят, а евреев-то притесняют. И он пришел, еврейщик-то, и в втором классе учатся-то. Папа, а у нас сегодня спрашивали, какой национальности. Ну и что? Я записался русский. Так ты же еврей. Ну, русский, живи по-русски. Ладно. На завтра ему, мальчику этому нужно куда-то поехать, что-то. Отец говорит, иди на остановку. А почему? Так ты русский, у русских машин нету. Он к деду. А дед говорит, ты сколько я тебе давал каждый день-то? А он говорит, стольник. Ну, а сегодня я тебе рубль даю по-русски, раз ты русский-то. Садится за стол, они едят курочку, а ему не дают картошки. А почему? Да ты русский. Он вечером говорит, ой, один день прожил русских, русским, говорит, как я этих евреев ненавижу. Ты это знаешь, но все равно интересно. Я их ненавижу. Вот так и здесь. Если ты русский... Правила-то, если будешь соблюдать соборные каноны, ты будешь любить православие. И слово православное тебя греть будет. Вот где-то что-то говоришь, но как только встретился, вот мы ехали обратно, свой храм, понимаете, это необъяснимая внутренняя теплота. И священник, даже я знаю, что я ему бы говорил слова строгие, а тут я все забыл. Я только лодочкой руки, батюшка благослови, обнимаемся и все. Вот видел, как у нас приезжает архиерей, когда... Наш архиерей. Кто у вас архиерей? Да вот он и приезжает, чужой-то еще будет приезжать. Мне удивительно, ладно, я не удивляюсь, когда, допустим, с Украины люди, да, они принимают, вот там в секты какие-то входят. Но когда русский, я вижу, без акцента русскоговорящие, у меня даже какое-то возмущение. Да как ты мог, как ты вообще, как у тебя ума хватило попасть в секту-то? Это невозможно, это нереально. Как это может быть? Если твои предки, твои, там сколько, я не знаю, пусть 20-30 поколений, они православными были, и тут вдруг такой вылез, какой-то, я не знаю, пятидесятник там вшивый. Так мало того, они начинают картавить, подражать им. Местные. Вот вообще смотришь, даже не просто неприятно, а гнусно. А те подкармливают, как они в алиологию распространяли, маленьких детей, ущи разврату, на морковку презерватива натягивают, то другое. А им по телевизору дали, на курорты отправили, но они приехали здесь. Но тут у русских не все получилось. Их вначале, видим, поза углам вылавливать. Что-то заглохло. Да ну, ничего не заглохло. Преподают это. Да? Ну, я, значит, отставший от жизни. Сейчас в школах ставят, ну, пока я эти передачи смотрел, в школах ставят, в общем, пропускные такие, ну, кабинки. Вот ты можешь пройти, если у тебя есть карточка определенная. Другой уже ни родители не могут. И причем предупреждают детей на уроках, чтобы с родителями темы эти не обсуждали. Вот. И дети как бы скрывают. А так и говорят обо всем. Ну, так что же. Мне говорят, а почему вы никогда нигде не выступаете? Вот в городе такие афиши там, ну, так бывает, панно меняется там и показывает непристойности. Я говорю, а где это? На главпочтамке. Вы же там бываете? Бываю. И не видите? Никогда не видел. А тут прошли одни и говорят, а почему Игнатий не здоровается? Она говорит, а где вы его видели? Да он никого не видит. И мне всегда вспоминается Мария Кюрис-Кадовская и муж ее, Коль, попал под трамвай. А отцу сказали, а тогда конка была, лошадями возили вагоны. О чем он опять шел, думал? Я все время иду в размышления. Я не вижу ничего. Мне лишь бы красный, зеленый свет перейти в улицу, а дальше я опять свое иду, думаю, молитвы или считаю. Она говорит, жена, да он вас не видел-то, еще бы он не поздоровался-то. Я на улице хорошо вижу, но мне нет нужды глазеть, написано, не ходи по улицам города, как говорит экрисиас. Ну, мне-то это, как говорится, уже прошлое дело, но все равно уже навык-то остается этот. Вот смотрю у меня тут сидит один брат-то и смотрит, слушает, и слушает, гляжу день, второй Виктора Суворова-Резуна этого, который бежал там в Англию-то, в посольство работал-то и написал книги-то о войне, что Гитлер напал на две недели раньше. То есть он документы подводит, сейчас историки все соглашаются. Я говорю, ну что ты сидишь, а так понятно. Теперь он там, его они скрывают, он дважды приговорен к расстрелу был здесь дважды. Это вообще какое. Он сейчас, а Гордон у него берет, там приехал, Гордон-то, назовешь еще не так, да обидится. И он говорит, я говорю, ему деваться-то некуда. Он любое сейчас подпишет и скажет, у него выхода никакого нету. Я считаю, это лучший историк. Но и не более того, он неверующий человек, совершенно неверующий. И ты сидишь, второй день слушаешь. Кратко тебе рассказал, кто он такой. Это уже в прошлом. Война отечественная ушла, Гитлера нет, Сталина нет. Зачем ты, я говорю, слушаешь-то? Ты вот что сейчас считай, его показывай. Самое главное необходимо на сегодняшний день. Просто необходимо. Наизусть звучи послание к филиппийцам. И вот это места собора от Василия Великого. Начинаешь говорить, на память ничего не знает. У меня молодые живут ребята. Чуть что забыл, я говорю, как вам, ай-яй-яй. Самое простенькое. Вечером гляжу не сделал. А почему не сделал? Забыл. Да ты в карман-то напиши и положи. Так положил, записал, да и забыл, что в кармане. Надо работать над собой. А когда староста придет, ничего не будет. Только одна стопка, и будешь треугольник, холодильник, телевизор, туалет. Все. Надо вовремя схватиться. То есть тренировать свой разум. А где? На запоминание псалмов? Да. У меня бабуля, она, я не помню, сколько она, восемьдесят, не помню, около восьмидесяти ей было, умерла. Она четыре года в концлагере, в общем, просидела. Девчонки забрали ее. Ну, ей было семнадцать, ее забрали в концлагере. Или шестнадцать. Вот. И потом она, в общем, она работала, она вообще не разгибалась. Спина у нее не разгибалась. Вот. И у нее было... пять инсультов, представляете? Инсульты такие, что она просто, ну, теряла даже речь. У нее отнимались руки, ноги. Вот. То есть она лежала могла месяц, там, я не знаю, сколько времени. И она полностью потом практически восстанавливалась и опять на огороде. И на огороде так и померла на этом. Да. Да. Люди кремень были. Я вот расскажу, как моя мама работала. Я говорю, вот, прикиньте себе, муж инвалид. Надо обуться, одеться, в баню пойти, она с ним идет, чтобы его помыть. Дальше десять детей. Не один ребенок. Десять. Дальше своя мать, полулежачая, ее мать. Тут же. Ну, ей корову на бабку записали. Свои корову подоить. И двенадцать коров вручную три раза в день. Тринадцать. Ты знаешь, что такое одну корову выдоить? А это тринадцать. Кроме того, огород полгектара. Ну, мы, дети, помогаем. Пчелам двадцать пять колодок. И, кроме того, ночью на таку, где крутит клеветон ощущение зерна. Упало там во сколько там в час ночи-то. А уже в полтретьего смотрит звезда Кищидия. Это Орион, который Орион. Три подряд звезды. Она уже бежит на ферму. Косит сено сама. Возит, мечет, зарод делает там дома все. Все сама. Отец только дрова колол. Ну, кто подтянет сегодня? Да вас, я говорю, всех вместе в нашей семье собрать. Всех с ног-то. И вы ничего не сделаете. И ни разу не слышали жалобы ни на советскую власть, ни на кого. И всегда мать была веселая. Вот даже вот я выставил старую. Ты видишь, какая она? Ну, старинная тут черная у меня выставлена. А брат фотографировал-то. Она какая? То сепаратор крутит там, перемоет, картошку копает. Ее что стояло, даже для снимков не могли удержать. Так 12 детей было. Ты еще двоих похоронил, а 10 живых. Она мать-героиня полновесная была. Я говорю не о чужом, а Марии Егоровне Лапкиной, Щенаревой в девичестве. И тоже переживаний сколько было. Три брата, ушли на фронт, артиллеристы, все погибли. Макар, Филарет, Эммануил. Это же переживания. Вот из наших... Нас пять сыновей, пять дочерей. Самую большую матери пищаль доставил я. А почему? Ну, у меня были... Видишь, меня забрали. В армии было психиатрию. А она, мать, неграмотная, ни класса не кончала. И она в Хабаровский госпиталь одна прилетела. Теперь я в Латвии обратился к Богу. Она подумала, не попала ли к сектантам. И она все бросила. И от отца, без разрешения отца ни шагу. И она в Латвию прилетела ко мне. Каково ей было? Как она, кажется, к вочкам над каждым ребенком билась. Она выпросила, на руках молитвы нас привезла к Богу. Это и при том... А как вы думаете, уже невозможно вернуть вот такой потенциал народу, да? Так, я не совсем понял. Вот такой вот потенциал народу невозможно уже вернуть, чтобы люди настолько стали вот трудолюбивые. Можно. При том очень быстро, в один день. В один день, когда попадают в плен, в Афганистане, в Чечне, ребята, которые ничего не ходили, все будут делать. А почему? Все, вопросов нету. А другие приняли ислам, их обрезали тут же. И там, ну, который у них был главный-то начальник-то, над всем Афганистаном-то, пишут о нем. И у него был охранник русский, из русских войск. Преданность полная, как у Ирия Хитиянина. Не, ну, одно дело через силу работать, а другое профессионально и с желанием. Если у человека нет желания работать. А заставят, нужна, говорит, заставят, а лычу есть. А лыча это горная вишенка такая там, слива. Она страшно кислая. А поговорка, говорит, нужна, заставят, а лычу есть. Вот и здесь тоже так же. Взяли в плен, считаем, где? Судьба человека. Михаила Александровича Шолохова. Там же фильм есть такой, Герасимов поставил. Там в один день научили делать. А он сказал не так. Там упал, не может идти, сохрани тебя Бог. Сразу же пристреливает. И никто с больным-то, кто их везет, что ли? Сохрани Бог, они на себе его тащат. И там делали, вот в бойко себе пишет, сколько у него осталось, 37, что ли, килограмм. И Бог его нашел как? В лесу работали, он отошел, бумажку подобрал по нужде, а там отче наш смятая. И отсюда начал искать Бога. И что делали? Говорит, мешок несу, и я упал. Мешок-то больше меня в два раза. Мешок. А этот немец-то подскочил, и меня штыком пронзил, говорит, здесь все. И все гноится. И нашелся немецкий врач, который меня начал лечить отдельно от всех. Генетично. Я не знаю. Я, знаете, больше о чем говорю? Наверное, о том трудолюбии, которое в крови. Я вот вижу, допустим, и детей, сейчас есть даже дети, которые любят, понимаете, вот это. Вот это как бы в крови должно быть у человека. Вот оно, его же вытравили вот с тех пор, как началась вот эта индустриализация, да, вот в 70-е, 80-е годы. Это же начали вытравливать, но вытравливать начали с благими намерениями, чтобы человек меньше работал и больше, как бы, радовался. И намерения-то были вроде как благие, да? Ведь стремление, само стремление к коммунизму, оно же и предполагало меньше работать и больше отдыхать. Видите, я-то больше обращаю внимание, которые у меня близкие люди-то. А которые ленивые были-то, я с ними в армии служил. Узбеки, туркмены страшно ленивые. И мне это было не к сердцу. Вот интересно как. Вот даже в армии было отличие. Их прислали сюда туркмены, кажется, азербайджанцы, узбеки. И я сразу у всех троих начал учиться их языкам в армии, в нашей воинской части. А остальные щурки там всякие, слова на них говорят. А для меня этого не было так. Я понимал, им трудно, старался, слова их начал записывать. Почему? Я обнестить не могу, почему? Мне так интересно. Почему вы говорите ленивые? Они, посмотрите, как сейчас узбеки, вон, работают хорошо, как... Вот в армии не работали. Работящие были латыши, литовцы и эстонцы. Высокие, руссковолосые. Почему я поехал в Латвию? Это я по карте поводил пальцем куда? И поехал в Ригу. Я их полюбил. А эти хитрят. Моя твоя не понимай. А кого понимать? А снег кидай. И вот, ну, по-другому просто не было. Может, попали такие молодые, уже отучились работать. Все время лукавили. Если дали работу выполнять, землю выкапывать. Я бузую за твоих, за троих. А он, нет-нет, опять встанет, посохмочится, закурит или еще что-нибудь. А если я с латышом, тут мы на равных. И Солженицын говорит, точно те же самые слова потом прочитал в архипелаге ГУЛАГ. Были, говорит, у нас в ГУЛАГе и латыши, литовцы, эстонцы. И говорит те же самые слова, что я говорю. Я не у него списал это. Я на практике был, там жил. Это в народе все-таки. Вот заметь, проживальский исследователь. И он дает характеристику. Киргизский народ как? Мелкий, ленивый и вороватый. Так они его простить не могут по сей день. Он характеристику дал. Мелкий, ленивый, вороватый. Вот дальше сказали о сокращении Библии. Ну, ее тоже мы иногда сокращаем. Спрашивают, ну, а что важнее? Я ему говорю. Ну, допустим, с собой можно взять только одну главу из Библии. Я говорю, третья глава Иоанна. Ну, вынуждает. А какой главный стих? Сказали только один стих, больше нельзя. Шестнадцатый стих. Вот в каком смысле это сердце, солнце, как угодно назови, всей Библии. Почему Евгений Берсье, это сказать, он жил в одно время с Парижской коммуной. И у него было собрание двух-трех тысяч человек. И он сделал такой вопрос. Скажите, вот вас заключили, как называют там граф Монте-Кристо в одиночную камеру пожизненно. С собой взять можно одну только книгу. Какую возьмете? Все сто процентов и атеисты ответили Библию. Я этот вопрос задавал, когда в камерах сидел. Но люди не знают Библию, не считали. А один назвал там какой-то труд Лобачевского. Я говорю, ну и что вы? Выучите наизусть через год уже все эти цифры математики. А дальше-то размышления нет, это чужое. А тут мое все. Моя будущность. И как я должен смиряться. Библию. Ничего, кроме Библии, с собой человеку не надо брать. Если он сокращает умышленно, ну, думая, что люди не поймут более трудное, он берет непосильную задачу. Бог говорит для всех. Вот смотрите, сейчас. У него-то намерение, понимаете? У него намерение доброе, хорошее. Он хочет, вот, как бы зажечь человека, чтобы человек зажегся, а потом, может быть, он в дальнейшем уже начнет читать всю Библию. Вот, а для начала, как бы, он понесет вот это вот сокращение, как пакел такой. Так, от кого он благословение получил на сокращение? Зачем ему благословение? Он говорит, я от Бога благословляю. Ну, значит, иритик, сектант, уже сектант, уже не православный. Сокращать Библию ни один святой отец не решался. Ни Павел, ни кто постоянно обращается к Ветхому Завету. Павел постоянно обращается. Ну, считайте, 10-й глупо, 1-й послание к Коринфянам. А это были образы для нас, а ты эти образы убираешь. Кто ты такой? То есть, ты пытаешься контролировать Духа Святого. Библия говорилась пророком для всего народа, у которого грамоты никакой не было. Никаких детских Библий не писали. Тут были дети, и Христос с ними разговаривал. И когда Он говорил, пустите детей, не начинал с ними лебезить. Или, как сказать, детским лепетом говорить. Да, удивительно. Я вот еще смотрю этот ролик с гликерией. Вы вот имеете подход такой. Вы с детьми говорите, как со взрослыми. И я вижу, что дети, вот даже она, двух-трехлетние дети вас понимают. Они прекрасно все понимают. Да. Вот зачем с ними все секаться, когда с ними действительно можно говорить, как со взрослыми людьми, они все понимают. Ну вот знаешь, что я преподавал в разных школах, десятки, пяти университетах, по радио. И спрашивают такие грамотные люди, а какая у вас программа? Я говорю, у меня вообще не было никогда программы. Но как же, разный возрастной уровень. Я только по Библии говорю. Ну представь, в университете там приходят с ребятишками, и главы администрации из КГБ сидят. Я знаю, Бог управит устами, ничего никому не подыгрывая. Андрей Кураев это увидел. Я говорю, как вы это могли не увидеть? Игнатию, говорит, разницы нет, кто перед ним. А мне, говорит, есть разница, что опископ скажет обо мне, иначе он его задвинет, как и было. И поэтому, если люди дерзают на это, они не любят Библию, ничего из Библии наизусть не знают. Если я вложил в то, чтобы ко мне сюда вошло, то теперь из меня это вытаскивать не вытащишь. У нас Третьяков Игорь готовил для глухонемых, и там где псалмы, и где-то задали, там ламинировали. Принес, я считаю, это не псалмы. Я говорю, ты где взял? Ну, это новый перевод. Убрать и сжечь. И он пошел по-новому, сделали по синодальному переводу. Синодальный, пренебесный перевод. Как вы посмели коснуться его? Я абсолютный, стопроцентный сторонник, защитник, апологет синодального перевода Библии. Мне приходилось посрочно сравнивать его с разными переводами, какие я знал, в других языках. И скажу, что выше ничего нету. Почему Тургенев так отозвался о великом, могучем русском языке? А смысл какой, что-то искать? И тут и смысла нет. Вот они сейчас перевели, да, эти свидетели Его, они же нормально, ну, как они проповедовали, да, и учили по синодальному переводу. Вот у них же получалось, за ними люди шли, но они же сейчас вот последние 2-3 года полностью изменили. А зачем смысл-то такой? А свои, где написано о Троице, они выкинули все. Где говорится Христос, Бог, все это выкинули. А это позже вставки. Они, я знаю, что говорят. Позже вставки. И когда их стали исследовать, когда перевели они точно так же, они с еврейского там на английский якобы тоже, их в суд подали на них, 6 переводчиков взяли, 5-е не могли перевести по выбору комиссии из 10 слов ни одного. И только один мог кое-какие слова назвать, а предложение ни одного не мог перевести. Какие же это знания-то? Это не Библия. Они и по синодальному переводу выступали против Троицы. Они же тоже как-то оправдывали по-своему. Ну, а теперь-то нету там у них вообще никак... Мне кажется, мне думается, знаете, почему? Они сейчас хотят отречься полностью от своих родоначальников. То есть, вот, и как бы, ну, много же того не сбылось, что планировали их вот предшественники, да? И они как бы хотят свою религию обновить. Ну, хоть сколько обменяем мертвеца, он будет мертвый. Церковь святая православная содержит Никео цареградский символ веры. Толкование святых отцов. Бог поставил учителей, пророков, апостолов, учителей. Учителей. А у них-то какие учителя? Где они были? Если во все дни до скончания века, а тут ни одного не было еретического такого там, тогда выходит, это не Христос был совсем, вы не понимаете? Разве хоть одного сектанта убедишь, он говорит, что у меня Дух Святой, учитель. Зачем мне еще учителя? Ну, он говорит так. Христос учит. Ну, еще он говорит-то. Дух Святой. Скажи, если у тебя Дух Святой, у адвентистов Дух Святой, у харизматов, а почему разное-то все говорит? Один и что за Дух, и вы друг друга не признаете? Совсем. Разное. Разное, не какие-то, как называют, концептуальные там моменты. Самое главное. А это? А это они толкуют так, как между вами должны быть разногласия, чтобы искуснейшие выявлялись среди них. Нет, они уже выявились. Это говорится в разногласии какой? О чем там говорится? Это проповедь, стиль, и не просто писание, как он понимает, как проповедует. Они даже, когда говорят, ну, где двое или трое собрались, там Христос. Я говорю, ты читай правильно. Двое или трое собраны во имя Мое. Вы зачем выпустили? Собрана – это иная сила, Дух Святой собирает. И во имя Христа по Писанию. Или пища не приближает и не отдаляет. Все баптисты говорят. И православные, да патриарха, все говорят. Я говорю, а где вы нашли? Ну, как, в Библии. Ну, а покажите, где? Он не знает, я ему подсказываю, там, Коринфянам, 8 глава, 8 стих. А там написано, пища к Богу не приближает. Больше нет, они отдаляют. Да отдаляют. Из-за пищи Адам выпал из рая. Из-за пищи не вошли в обетованную землю, они роптали. Из-за пищи люди примут начертание зверя. То есть лгут непрерывно, не любя Библию. Поговорили. Поговорили мы неплохо. Я сегодня постараюсь ночью закачать ролик. Спаси Христос. Ну, у меня тут нет, ребята, не снимали. Я попутно снимал на аппарат. Не знаю, я его редко беру. Может быть, возьму отсюда, как мы говорили. Но все с Богом. Вы мне скиньте, на где я разговаривала здесь. Я его не видел. Последний ролик. А мой стоит уже на Ютубе. На Ютубе. И там комментарий хорошо бы было. Я сейчас кину. Вам, Матушка, привет передает. Смотрит вас. Кто? Ну, Маму Моя смотрит. Привет вам передает. Это героическая женщина. По-другому не могу назвать. Все ваши ролики ждет и смотрит. Мы каждый день за нее молимся. Имя Святой Татьяны поминаем. Когда я молюсь за матерей. За свое родство. У нас же утром и вечером мы входим. По Москве. Ну, там видно, когда. Ну, просто видно. Это мы в 4.40. Это 40 минут первого. По Москве. Молитва. Можете даже пристать, побыть. Если будет желание. Но у меня по времени не получается. Это я сегодня так. Ладно, все ушел. Все с Богом. С Богом. Храни тебя Бог, дорогой брат. ПОСМЕХАТЬ. 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 ПОСМЕХАТЬ.